А будет еще, допустим, какие-нибудь... Я очень вижу в твоем исполнении, на самом деле, англоязычные вещи, вот этого же жанра. Или ты не будешь продолжать вот эту историю? Ну, англоязычные вещи, они имеют место быть только на публичных выступлениях. Я, например, могу исполнить «Рокуранзе Клок» как песню, от которой идет летоисчисление рок-н-ролла. 12 апреля 54-го года вышел этот сингл Билл Хэлли «Кометы». Но так, чтобы вот их оставлять на носителей, ну, есть оригиналы, либо это надо читать как-то по-другому. У этого тоже есть у всего оригиналы. Мы говорим про «Москвич» в 2015. У всех этих песен тоже есть оригиналы, с которыми... Ну, я живу в России, и я пою для россиян, а для американцев там Брайн Сетцер поет великолепно на рождественские песни в рок-н-ролле. Но еще раз говорю, вот первично, когда наши юные исполнители выходят на телеэкраны с песнями на английском языке, мне все-таки есть тут какая-то улыбка у меня сразу. А для кого это? Для того, чтобы выйти на международный уровень? Ну, наверное, понятно. Но там есть свои, тогда надо как-то... Ну, почему? Считается, что некоторые вещи просто невозможно спеть в силу там фонетических каких-то особенностей. Ну, на мой взгляд... Вот рок-н-ролл – это вот для английского языка, на самом деле, очень сложно адаптировать. Ну, я писал в Брауле, и попадали в 12 рублей. Это да, да, но это требует определенного мастерства. Ну, это легкость. Вы должны подойти к этому... Тут какая задача, правильно ты говоришь? Фонетически у нас много шипящих в языке. И он, когда его со стороны... Согласись, смешно, когда, скажем, группа Скальды, или ноту цо, там, помните, польские? Да, польские, польские документы. И пели «Зеленый мосточек у генашек, пробка да евро шаг, ящик кашек». Согласись, что это там на слух там? Или я все время, когда сочинял, помню, песню из моего предыдущего альбома, такая у нас одна из «Иду на грозу», и я моим музыкантам говорю, надо деликатно исполнить, потому что мелодия напоминает, как, помнишь, такой был «Иржекорн»? Да, был такой. «Вожедеско ин зе стракс» какой-то петь. Вот эти вот... Я же сейчас полную абракадабру пою. Ну, это как, знаешь, фонетический язык, когда со стороны смотришь, или там арабское начало, человек появляется в кадре и говорит «Хахам! Апсихам! Хабах!» Вот это... Это просто язык страны. Но когда подходишь к этому творчески и избегаешь слов «насыщенный», которые звучат сразу... А слово, например, там «радиоволна», оно очень даже рок-н-ролльное, потому что в нем такое какое-то есть... Ну, не знаю. В общем, я как чувствую... Ты ответил на вопрос «возьмите зверей», вот, они просто как мальчики-девочки, просто вот... Причем «возьмите животных» звучит и к вам, дорогие мать. Именно это. Я уверен, что кто-нибудь уже позвонил. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».